Пару дней назад Петр Алексеевич Порошенко, президент государства Украины, заявил о том, что он относится к жителям Донбасса как к пленным. Их надо освободить. Вот для него специально мы взяли интервью у одной из пленных. Это не российская актриса, хотя плевать, думайте что хотите. В общем, это Петру Алексеевичу. Понятно, сейчас модно стало обращение к Порошенко, обращение к Путину, обращение к Обаме. Никакое это не обращение, это просто интервью. Я думаю, что сам Петр Алексеевич его не увидит, не досуг ему, занят он. А его ближайшие там, ну, челядь, посмотрит. Ну, вот честно, это так вот, 6 часов, где-то 7, ну, самое позже 8 часов. Это как закон у нас, это идут минометы бьют. Если сильно, это 120-е. А что делать, мы уже знаем, мы просто здесь с самого первого дня никуда не выезжаем. А зачем? Ну, это мой дом, наш дом. Здесь дети наши родились. Мы его выстроили, сами выстроили. Своими руками строили. Ну, как, ну, как можно, ну, я не знаю, звери у нас. Это не их территория. Их территория, это там вот. Это там. Здесь наша земля. Вот, она испоконная. Вы знаете, мы чисто вот тоже, мы украинцы. Вот у меня родители Житомир, Черкассы. Вот у мужа родители тоже идут Черкассской области. Мы, как обычно говорим, чистокровные, породистые украинцы. Ну, это наша земля. Я не знаю, тут наши дети родились. Мы никому с оружием не ходили. Мы рабочие просто. Мы работаем. Мы привыкли работать. Мы созидать, но не убивать, не разрушать. Честно сказать, вот, вы знаете, ну, хочется, чтобы они хоть раз, хотя бы один день испытали то, даже не то, что мы испытали. А вот, вы знаете, мы пошли с мужем на Иверское посмотрели. Там у меня родители лежат, друзья наши. Вот, честно, я пожелала им покой. Какой они сделали покойникам? Там, ну, там, там страшно. Там вот то, что здесь, это как-то, вот, знаете, мы уже привыкли вроде. Ну, то, что там творится на кладбище, это очень страшно. Там каменная пустыня. Там пустыня, там, я не знаю, там просто надо делать, ну, братскую могилу. Это элементарный список. Слышно выстрел и слышно, где падает. Ну, всю зиму. А где у Капецки? А где у Капецки? В советское время минометчиком был, он знает, разбирается. А мы уже слышим, слышно, куда падает. Даже мы можем определить, далеко или близко. У нас тут разрушено все на свете. Мы всю зиму трубы бинтовали, чтобы хотя бы газ был у нас. Нормально, нормально. Стали пенсию получать. Слава Богу, я такая счастливая и довольная, что я в 55, ну, мне уже 56 пошла на пенсию. Ой, это счастье. Это просто счастье, что по-денеровскому. Еда нормально, вода есть, газ сейчас есть, свет есть, слава Богу. Больница разбита. Больница разбита, тяжело. Если что, приходится в другие обращаться. Я после контузии ездила в Центральную в октябре. 1 октября? Нет. На рынок. Меня оглушило. Ну, здесь, в принципе, ну как, пролечились, у нас врачи есть хорошие. Но все равно не тот точный диагноз был поставлен, как они имеют. Ездила в Россию, там, да, там поставили диагноз, лечение. Сейчас прохожу курс лечения уже наши появились, а врачи, многие врачи уже появились. Вот они от бессилия, от злобы, что, ну, они не могут ничего сделать с нами. Но они просто не поняли, с кем они имеют дело. Просто запугать хаотический обстрел частных секторов, 5 этажек вот наших, таких вот. Они же рабочие поселки, здесь только, только лишь рабочие люди живут. Тут рабочие, тут никого. Только для того, чтобы страх посеять среди людей. Нет, это, я не знаю, что надо сделать такое, чтобы нас запугать. Ну, я не знаю, ну, честно сказать, ну, не знаем. Не знаем мы, что это самое. У нас дети, внуки здесь, все они здесь у нас, абсолютно все. Мы сами сепаратисты. Надо было просто присутствовать на референдуме, на голосовании, когда всякие. И на параде надо было присутствовать, и они бы все увидели. Все бы увидели тогда. У нас, когда референдум... Что тут на самом деле? Это была эйфория, такая эйфория была. Ну, и еще бы сделали. Вот скажи сейчас еще референдум, люди бы опять пошли. На парад люди пошли. Под ривнем, и все равно там такое было. Да, мы... Это вообще у людей ликование, но мы такого еще не видели. Вот именно за все вот... Ну, не видят. Вот плохо, что украинцам не показывают. Ну, то, что разделили украинцы, россияне. Извращают. Ну, они извращают. Ну, хотя бы вот, не знаю, ну, хакнуть бы их, не канал какой-то, а вот втулить, и вот как показывают, втулить то, что у нас оно есть. Нет, там тоже есть люди, которые понимают это все, что у нас здесь творится. Ну, вы же на Донбассе. А я кажу, а вы бачьте мне. Я чисто кровная украинка. Она на меня смотрит. Ну, вы же с Донецка. Я говорю, простите, ну, Целину, Донбасс, восстанов... Это кто? Мои родители, которые жили здесь у вас, я говорю. Ну, как мы? Мы что, мы же не враги. Нет, нет. Да нет, Донбасс поднимал весь Советский Союз, все национальности. Здесь около ста национальностей в Донбассе живет. Так что и у нас никогда, никогда в жизни, даже если кто-то и проезжал, разговаривал на украинском языке, на это не обращали внимания, не обращали. Тут он, ну, я не знаю, украинский язык, он певучий, он красивый. Вы знаете, честно сказать, когда это все произошло, я возненавидела. Хотя по украинскому языку у меня были отличные оценки. Россия, Россия, российский армия, ну, хоть раз покажите. Ну, не знаю, ну, здесь, ну, взять, если полпоселка, ну, полпоселка, наверное, в ополчении. Половина поселка, город весь в ополчении. Все ополченцы, пошли, все, это, ну, я не знаю, мы, мы, вот. Ну, если бы не такие старые, может быть, тоже пошли бы. Мы так и живем. Мы просто знаем, где это стреляет, поэтому, вы знаете, как-то. Я вот, вы знаете, еще, у меня такое желание, я не знаю, может, муж будет меня потом ругать. Мне хотя бы, вот, когда его нет, он работает, я дома сама. Вот хотя бы пару человек из ОБСЕ, чтобы они в часов в 7 вечера ко мне приехали чай попить. Даже не тоже чай, я их накормлю, напою, я и спать их уложу, я их разбужу, выведу на улицу и буду рекламировать, откуда, куда и где прилетают. Я даже могу их просто повезти туда, откуда, вернее говоря, куда приземляется. Просто вот это я вам. Мне вот, ну, желание, очень большое желание, чтобы вот хотя бы один такой. А то, ну, это, это еще так вот. Это начинается, это начинается, это разминка к вечеру, а к вечеру уже будет, будет. Ну, во-первых, даже если пустят, вам там никто не поверит, что здесь происходит. Они поверят. Не поверят. У меня подруга, мы с вами, Шарина, ну, я там все детство провела, вот. И у меня подруга, она меня отыскала с Москвы, разыскала, звонит и говорит, Свет, что там у вас творится? Я ей объясняю, так и так. Я говорю, ну, ты знаешь, у нас с родителями идет война. Я ей объясняю, она, нет, это ваш Путин. Я говорю, да при чем здесь Путин, ну, мы сами заколотили это все, мы сами, мы хотим сами. Ну, как, во-первых, ну, мы их кормили. Майдан начинали не мы, мы работали. Мы работали. Она говорит, не объяснишь. И она приехала уже сюда, на Украину, и она тихаря звонит и говорит, ты знаешь, я у родителей, начинаю объяснять, они говорят, нет, этого нет, нет, там только россияне. Я говорю, ну, пригласи, мать, она же знает, кто я такая, она же меня воспитала, ну, с пеленок, я говорю, Пуся, нет и все, 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 я не могу с тобой разговаривать, я захожу домой. Все, вот вам, пожалуйста. Просто люди между собой, даже родители с детьми, этого не понимают. И не верят. Да, не верят, не верят. А надо, чтобы, ну, как-то, здрасте, как-то, не знаю, открыть глаза, что ли, людям. Ну, и как, как можно открыть глаза? Сказать, как быстро, ну, не за один день, не за год это восстановится, все равно люди будут возвращаться домой, чтобы не говорили, чтобы не говорили там, что снесут поселок, что здесь не будут жить люди. Люди будут жить, у нас люди на веселом жили, укрывались осеном, домов у них не было. Это наши знакомые были, которые укрывались осеном зимой, дом разбитый. У нас люди жили, дом разбитый, наполовину, все равно как-то люди умудрялись в холоде, но мы жили, мы жили, выживали. И слава Богу, живые, и будем дальше жить. Субтитры создавал DimaTorzok